Всем привет! С вами Дерат Магазин Кадо.ру. В этом видео я хочу рассказать про нашу новую поставку садового инструмента, снегоуборочного инструмента фирмы Офнер. Хочу пару слов сказать о самой фирме, какие лопаты представлены и чем они друг от друга отличаются. Сразу же скажу, что мы привозим товар из Европы. Эти лопаты мы привозим из Австрии, именно с завода. У нас очень много фирм, которые представлены на рынке, но практически все они делаются в Китае. Наши лопаты именно производятся на заводе. Мы снимем видео, вернее есть видео, мы просто смонтируем и покажем сам завод Офнер и как эти лопаты производятся, как они складируются. То есть вы все увидите по-настоящему. Начнем вот с такой пластиковой лопаты, называется она канатка. Сделана из толстого пластика, имеет она алюминиевую ручку, специальным покрытием софт-тач и D-образную рукоятку. Лопата длинная и очень удобно откидывать снег. Вот эта серия лопат именно для того, чтобы снег откидывать. Например, вы приехали куда-то, например, на садовый свой участок и у вас там снегу по пояс. Вам нужно сделать такую вот тропинку. Вы просто берете и откидываете снег. Если вам нужно убирать в больших объемах уже с больших площадей, то для этого используется так называемая бордюрная лопата. Широкая, там метр 50 сантиметров. То есть широкая лопата именно для уборки с бордюров. Лопата вот эта на данные, она очень легкая. Еще раз повторюсь, имеет длинную ручку. В основном лопаты, которые продаются на нашем рынке, они фирмы-производители экономят и делают ручку покороче. Есть аналог у фирмы Фискарс, такая лопата. Там как раз вот ручка, она короткая. То есть это лопата для того, чтобы вы берегли свою спину и не надрывались. Следующая лопата, аналог точно такой же лопаты, только на деревянные ручки. На деревянные ручки, ручка сделана из бука и имеет у нас где-то, тут может быть, 180 сантиметров, наверное, общая длина. Валер, дай мне эту рулетку. Ты будешь вырезать эту? Придется, да? А не хотелось. Ее здесь нет, но она не вылезает. Ладно. Придется вырезать. Довую ручку, в случае. Еще бы загружать, видео-то надо загружать. Блядь, сколько тут длины тут? 178 сантиметров, ни хрена себе. Итак, у этой лопаты 178 сантиметров общая длина. То есть, вы можете вообще не работать ей, вообще не нагибаясь. Круглый черенок из бука. Надпись фирмы Офнер. На самой лопате написано «Канада». То есть это делается из канадского пластика. Как известно, в Канаде очень много снега. Так же, как и в Австрии, очень много снега на горнолыжных курортах австрийских, если кто не знал. То есть, это лопата для откидывания снега на длинные ручки. Очень удобная. Делается из толстоснебного пластика. Плюс идут такие вот специальные ребра с жесткостью. Для того, чтобы эта конструкция была прочной и надежной. Далее, такого плана у нас хит-продаж. Это лопата Австрия Стар. Это недорогая серия Австрия Стар. Здесь используется алюминий толщиной 2 миллиметра. Производится это все в Австрии. Ручка круглая, имеет такую вот изогнутую форму. Небольшой изгиб. То есть, это хит-продаж. И также эта лопата предназначена для откидывания снега. Есть представлены на российском рынке аналоги. Но, опять же таки, вот у нас, если могут сделать хороший ковш, но вот ручку почему-то вставляют какую-то страшную, там, из березы. И, опять же таки, короткую. Здесь ручки опять-таки длинные. Работаем, не нагибаясь. Хит-продаж в нашем интернет-магазине. Далее, такого же плана у нас идут лопаты из серии премиум. То есть, здесь лопата отличается от той, что она покрыта специальной краской, которой не налипает снег. Также имеет 2 миллиметра толщиной. Вот такое красивое покрытие. Выбита фирма Офнер, Мэдлин, Австрия. Ручка покрыта специальной краской, которая заметна издалека. На ручке у нас написано, что это фирма Офнер, сделана Австрия, и что это имеет высокое качество изготовления. Далее, на лопате стоит наклейка с сертификатом качества. Далее, из этой же серии, здесь большая лопасть 50 на 37. Здесь большая лопасть, это для таких крепких и мощных ребят. Да, не сказал, что здесь идут ребра жесткости. И опять эта лопата покрыта специальной краской, которой не прилипает снег. Рукоятка выполнена из бука. Это можно увидеть здесь, что это буквы рукоятные, структура бука. Покрыта специальной краской, которая видна издалека. Сам черенок, вот он такой, изогнутый, для того, чтобы было удобно им работать. Здесь наклейка, сертификат качества, надпись Офнер, сделана в Австрии, и клеймо Офнер, Made in Austria. Еще раз повторюсь, кто не верит, что мы привозим лопаты из Австрии, мы снимем отдельный фильм, как мы были на заводе, и покажем, как вот эти лопаты производятся. Этапы производства этих лопат. Да, здесь 2 миллиметра, алюминия, то есть это крепкая, надежная, прочная лопата. Из серии премиум. То есть это серия премиальная у Офнера. Она немножко подороже, чем обычная серия, например, Австрия Стар. Так, а теперь подойдем к так называемым тротуарным лопатам. Тротуарная лопата, как раз она отличается тем, что она широкая, и в то же время лопасть не длинная, то есть она короткая в длину. То есть эта лопата создана для того, чтобы мы убирали снег с больших площадей, чтобы мы этот снег уже как бы транспортировали, грубо говоря. Не откидывали его, а именно транспортировали, поэтому она называется бордюрная лопата. Чем хороша эта лопата? Опять же таки, длинная рукоятка. Длинная рукоятка, что позволяет нам работать, не нагибаясь и беречь свою спину. Общая длина этой лопаты, в ней с ширинком, составляет 160 сантиметров. Ширина лопасти у нас 54 с половиной сантиметра. Длина лопасти 35 с половиной сантиметра. Сама лопасть изготовлена в Германии, о чем свидетельствует вот это вот клеймо Made in Germany. Она пластиковая и выдерживает температуру до минус 25 градусов. До минус 25 градусов. Идет кант алюминиевый и рукоятка алюминиевая выполнена. Она не круглая, а овальная. Что это нам дает? То есть у вас лопата в руках не прокручивается, как вот круглая лопата. Таких вот лопат с такими черенками на российском рынке практически нет. Она не только не прокручивается, но она удобнее лежит в руках. То есть вот это овальное сечение, оно дает вот такой хороший хват у этого черенка. Плюс идет дообразная ручка мощная. То есть это вот прямой конкурент фирмы Fiskars. У них идет серия Snow Expert. То есть это у них профессиональная серия. И опять же таки, чем отличается Snow Expert? Мы потом снимем обзор на Snow Expert и возьмем вот эту лопату и сравним их. Опять же таки, будет отличие в том, что ручка опять же таки здесь длиннее. То есть это хорошо именно для того, чтобы работать не сгибаясь, либо для людей с высоким ростом. То есть это очень удобно с такие длинные рукоятки. То есть вы берегете свою спину, не нагибаетесь, работаете практически с прямой спиной. Так же таки, здесь есть покрытие Soft Touch. На ощупь, когда вот зимой, на ощупь, она не такая холодная, чем вот если бы вы, например, голой рукой держали алюминия. То есть у вас рука моментом замерзнет. Вот. Даже в перчатках. То есть алюминий, он вам заморозит руку даже в перчатке. А с покрытием Soft Touch у вас таких вот ощущений будет комфортно. Далее есть аналог точно такой же лопаты. Она называется дамская лопата. Она очень легкая, она небольшая и специально сделана для наших милых дам, для женщин. И соответственно, у нее меньше ковш сам по себе. Сам ковш имеет ширину 41 сантиметр, длина ковша 35 сантиметров и общая длина у этой лопаты 136 даже 136,5 сантиметра. Опять здесь идет черенок овальный, о чем я говорил, то что у вас не будет рука прокручиваться. Плюс вот это овальное сечение создает еще ребро жесткости. Пластиковая очень прочная удобная лопата. Лопасть делается в Германии. Имеется алюминиевый кант, окантовка, покрытие софт-тач, чтобы руки не мерзли. Д-образная рукоятка прочная, мощная такая, надежная. То есть специальная лопата для женщин. Далее бордюрная лопата хит-продаж. Это лопата Астокаст, партикула Астокаст. Выполнена она из алюминия. Алюминий лист алюминия имеет толщину 2 мм. Черенок изготовлен из алюминия и имеет покрытие софт-тач, чтобы руки не мерзли. Д-образная рукоятка. Эти лопаты у нас покупают профессионалы. То есть это для профессионального использования. Уже наши профессионалы, кто убирает снег. Ее испробовали. Общая длина составляет где-то 154-155 сантиметров. Ширина этой лопаты 49 сантиметров и длина 35. Здесь крепится она сам черенок и лопасть с помощью четырех таких мощных заклепок через такую стальную пластину, вернее алюминиевую пластину толщиной также 2 мм. На лопате стоит сертификат качества, стальной оцинкованный кант. Это для того, чтобы сам алюминиев не стачивался. Нам нужен более жесткий металл, который защитит алюминий и для этого используется стальной оцинкованный кант. Это хит-продаж в нашем магазине. Повторюсь, здесь рукоятка имеет овальную форму для того, чтобы было очень удобно держать в руках, чтобы она не вращалась. Опять длинная рукоятка позволяет не нагибаться. Это для уборки больших площадей для так называемой бордерной лопаты. На рынке представлены лопаты аналогичные, но как всегда они с короткими рукоятками и толщина алюминия используется полтора миллиметра. Здесь же используется два миллиметра. Здесь австрийцы не жалеют толщину металла. из-за этого она делается прочной. Здесь мы видим еще четыре ребра жесткости, что дает нам на кручение прочность. То есть эта лопата у нас кит продаж. Очень хорошие отзывы. Я рекомендую эту лопату для приобретения. Аналог этой лопаты лопата с бесшумным кантом. То есть специальный бесшумный кант. То есть она точно такая же имеет точно такие же размеры. Бесшумный кант, который если этой лопаты работать из крестей по асфальту, то это будет шумно. А здесь специальный кант, чтобы не разбудить ваших домочасов, соседей, те, кто живет в ближайших домах, вы этой лопатой работаете бесшумно с утра и никто вас не слышит. Эта лопата получила специальный приз от компании ZELPS издерман, которая проводит тесты инструментов и она получила первое место, о чем свидетельствует вот эта наклейка ZELPS издерман. Эта наклейка в Германии фирма Гордятся когда получает вот такой знак ZELPS издерман, то есть эта лопата получила первое место среди множества представленных лопат, которые были в тесте, в том числе и всякие физкросы, Гордена и так далее. Эта лопата получила заслуженное первое место и в Европе это так называемый знак качества. то есть фирма в Европе в Германии вернее гордятся что имеет вот такую наклеечку. Также здесь идет рукоятка овальная чтобы было удобнее работать руками покрытие софт-тач и Д-образная рукоятка. Эта лопата позволяет делать деликатную уборку то есть она не повредит вашей тротуарной плитке если у вас дорогая тротуарная плитка то есть на ней не будут таких вот рисок она не испортит покрытие вплоть до того что вы можете убирать какие-нибудь деревянные террасы на которых много снега замело снегом то есть вы можете не бояться повредить дерево используя именно вот такую лопату либо у вас там открытые террасы либо у вас патио либо у вас терраса которая пристроена к дому и не застеклена на нее может нанести очень много снега во время снегопада и вы этой лопатой совершенно спокойно берете этот снег и не повредите покрытие ваше покрытие далее представляем лопату тротуарную это та же самая лопасть что и в предыдущих двух лопатах но отличается тем что у нас если там был алюминиевый черенок здесь он черенок из бука из деревян деревянный черенок эта лопата собирается с помощью специального такого это крепление очень распространено в Европе именно такое крепление используется очень надежно и крепко и большой плюс что можно эту лопату разобрать и привозить либо когда мы осуществляем доставку мы ее соответственно доставляем в разобранном виде и это занимает намного меньше места то есть сама посылка делается менее габаритной здесь такой же мощный алюминий двухмиллиметровый кант оцинкованный металлический кант ребра жесткости изогнутого плана черенок из бука это лопата можно сказать из бюджетной серии но в то же время вот эта серия Австрия Стар но в то же время она сделана очень прочно и надежно то есть если вы купите такую лопату вам хватит ее на долгие года здесь практически ломаться нечему вот это соединение она очень прочная и надежная плюс сама ручка она из бука то есть она достаточно крепкая то есть ручка у вас не сломается плюс сама лопасть сделана из двухмиллиметрового алюминия с оцинкованным кантом прочно надежно и бюджетно марка Австрия Стар фирмы Вофнер дальше продолжаем серию бордюрных лопат это у нас лопата премиальная такой премиальный ковш который выполнен из алюминия то есть это цельный ковш из алюминия с металлическим кантом и с усиленными заклепками здесь вот заклепки они такие мощные металлические заклепки усиленные сделано это на производстве в Офнере Вольсберг Австрия обратим внимание на рукоятку рукоятка выполнена из бука и она имеет такую овальную структуру плюс она изогнутая то есть она в руках очень удобная очень удобная в руках бук еще покрыт лаком выбито выжжена фирма Офнер логотип то есть это премиальная лопата 6 заклепок тут идет 6 заклепок плюс еще саморез который все это держит то есть это очень надежная мощная конструкция лопата не дешевая есть аналоги у Вольфгартен кажется больше я уже не видел аналогов то есть это вот самая самая премиальная лопата руки у вас всегда находятся в тепле то есть от черенка деревянного черенка всегда дерево всегда приятно держать в руках тем более такой классный черенок из бука то есть самая такая премиальная надежная лопата большой ковш размеры 52 на 38 плюс по краю этот ковш загнут и что создает еще одно ребро жесткости плюс еще два таких небольших ребра жесткости у нас тут есть и одно большое ребро жесткости по периметру лопат мощная лопата премиальной серии офнер вот такая лопата которая напоминает обычный совок но в Австрии эта лопата называется лопата для снега это для такого слежавшегося снега для льда то есть мы можем убирать такие наледи можем долбить скрести то есть убирать вот такой снег слежавшийся плюс эту лопату можно возить где-нибудь совой в грузовике лопата мощная надежная напоминает такой совок так называем классический выполнена она из стали толщина металла где-то 1,9 миллиметра с краской 1,8 1,8 миллиметра достаточно толстая черенок выполнен из бука здесь он толще здесь типа такого набалдажника выполнено сам черенок изогнутый то есть это мощная лопата для работы с лежавшимся снегом со льдом с наледью далее у нас идут из этой серии для работы с таким тяжелым снегом так называемый скребок скребок его и можно использовать как ледоруб то есть это широкий такой скребок то есть скребок именно от слова скрести то есть мы соскребаем верхний слой наледи с лежавшегося снега то есть это мощный такой скребок сделан он из 2 миллиметра стали здесь идет ребро жесткости ширина его должна быть 50 сантиметров да ровно 50 сантиметров и на 18 сантиметров то есть он мощный весит он где-то 2,5 килограмма черенок из бука покрыт лаком здесь он имеет утолщение такое то есть в самом таком слабом месте здесь очень много дерева грубо говоря то есть мощный скребок австрийский даже руку выворачивать какой он мощный и классический ледоруб мы можем стучать можем скрести классический ледоруб выполнен он из пластины металлической пластины мощная пластина 4 миллиметра приваренный уже к тулейке с помощью этой тулейки крепится к черенку черенок из ясеня имеет вот здесь вот сечение 37 миллиметров здесь на конце уже 29 миллиметров общая длина этого ледоруба 164 сантиметра то есть мощный ледоруб из 4 миллиметров стали сверху покрыта краской с мощной тулейкой и с мощным черенком из ясеня замечательный инструмент для работы со льдом то есть мы здесь долбим и убираем лед далее вот такой вот скребок ледоруб вот с такой вот гибкой лопастью зачем это сделано такая гибкая лопасть то есть это пластина металлическая толщиной 1,2 миллиметра она закреплена на такой вот планочке и уже винтом с гайкой прикручена с двух сторон для того чтобы она была гибкая это это позволяет вот нажимать на эту пластину и мы нажали и продвинули то есть мы соскребаем лед мы соскребаем лед то есть такой скребок по большому слову это скребок для работы со льдом то есть мы постоянно им соскребаем то есть отличный инструмент именно за счет того что эта часть гибкая далее здесь как обычно у фирмы Офнер замечательный черенок в данном случае это у нас ясень тоже имеет попеременное сечение здесь у нас в самом толстом месте это у нас 37 миллиметров на 29 да еще раз повторю фирмы Офнер отличаются не только качеством изготовления самих рабочих частей лопастей но и своими замечательными рукоятками прононсирует тот фильм который мы вам покажем на заводе есть специальный человек который занимается черенками который их насаживает у него целый стенд этих черенков то есть там огромный выбор этих черенков разных сечений разных изгибов там и так далее так и вот такие три автомобильные лопаты представлю вашему вниманию эти автомобильные лопаты для того чтобы вы возили их с собой в автомобиле и если что могли их использовать когда вы застрянете либо когда машина заметет снегом вот такой вот лопата разборная из мощного пластика собрали бросили ее в автомобиль когда нужно разобрали все лопата готова к работе мощный крепкий пластик компактная лопатка очень хороший подарок да более продвинутая такая лопата это из алюминия двухмиллиметрового с ребрами жесткости на ручке из ясеня и с д-образной рукояткой очень такая симпатичная выглядит дизайн очень хороший тут 6 заклепок мощных опять-таки планка тоже сделана из двухмиллиметрового алюминия лопата премиум и вот такая вот лопата из стали стальная лопата сам лопасть у нас 1.9 с краской этой лопаткой она маленькая компактная лопата размер 0 сделан в Австрии сертификат качества ручка из ясеня Т-образная этой лопатой вообще она вообще ничего не боится мне кажется эта лопата то есть если у вас машина застряла вы можете откапывать не только снег но и в песок и грязь и землю глину все что угодно можете долбить там не знаю используется как рычаг то есть эта лопата неубиваемая так и осталась у нас щетка для уборки снега фирмы Вофнер здесь нейлон сама планка сделана из бука и закреплена уже специально на такое мощном креплении это крепление очень мощное потому что используется здесь сталь 2 миллиметра вот эта вот сталь 2 миллиметра используется тулейка которая уже закреплена саморезами три самореза к черенку и здесь идет специальная пластина для работы с плотным снегом и со льдом ручка здесь выполнена из твердых сортов дерева как обычно качественно гладенько все ровненько то есть вы можете работать этой щеткой убирать снег с садовых дорожек с террас с патио и при необходимости использовать ее как скребочек такой небольшой то есть вы убираете где-то что-то там налипло перевернули и соскребли скребком такой замечательный инструмент для работы на садовом участке в зимний период для уборки снега и слежавшегося снега например на дорожке у вас счет налипло вы это все соскребаете аналог этой щетки щетка чуть подороже из-за того что здесь используется алюминиевая рукоятка опять же таки любимая рукоятка фирмы Офнер с таким вот овальным сечением которое позволяет очень удобно держать овальную рукоятку и с покрытием софт-тач чтобы обезопасить ваши руки с прикосновением с алюминием и чтобы рукам было более удобно и комфортно работать вот а здесь то же самое нейлоновая щетка именно для работы со снегом достаточно жесткая она и скребочек для удаления плотного снега наледи такая замечательная щетка она практически неубиваемая ручка она не подвержена никаким перепадам температур замечательная щетка так что покупайте снегоуборочный инструмент на сайте kodo.ru покупайте лучше а про остальное забудьте не подвержена